Привет! Сегодня я расскажу вам об особенностях модальных глаголов ought to и be to. Начнем с ought to. Он используется для выражения рекомендации или совета и имеет оттенок морального долга или обязанности. Глагол ought to также может выражать вероятность или предположение, особенно чего-то заслуженного. Форма ought not to может использоваться для выражения совета не делать чего-либо. You ought to stop drinking. Тебе стоит бросить пить. Это значение рекомендаций. They ought to be fired. Их следовало бы уволить. Это ожидается. Возможно, на это рассчитывается, потому что они это заслужили. The prices ought to decrease soon. Цены должны вскоре понизиться. Это значение вероятности. You ought not to go to bed so late. Тебе не следует ложиться спать так поздно. Это совет против чего-то. Теперь давайте посмотрим то, как ought to меняется в разных значениях и временах. Итак, в значении рекомендации совета в настоящем времени. He ought to attend all the classes. Ему следует посещать все занятия. He ought not to miss the classes. Ему не следует пропускать занятия. В прошедшем времени. He ought to have attended the classes, so he wouldn't have problems at the exam. Ему следовало посещать занятия, тогда бы у него не было проблем на экзамене. He ought not to have attended the classes that day. He was ill. Ему не следовало посещать занятия в тот день. Он был болен. Формы будущего времени как таковой не существует, так как любой совет или рекомендация уже имеют направленность в будущее. Теперь значение вероятности, предположения. В настоящем времени. We ought to have the package by now. Сейчас мы уже должны были получить посылку. В прошедшем времени. We ought to have received the package yesterday. Мы должны были получить посылку вчера. И в будущем времени. We ought to receive the package tomorrow. Мы должны получить посылку завтра. Отрицательной формы в этом значении не существует. Теперь давайте рассмотрим модальный глагол be to. Он имеет формы настоящего и прошедшего простого времени. И может употребляться с инфинитивом без частицы to. В таком случае он используется для выражения намеченного плана. Или предыдущей договоренности. I am to meet her at 6. Я должен встретить ее в 6. Who is to say? You are to say. Кто должен отвечать? Ты должен. Are you honestly telling me that you may never want to get married? Who is to say? You! You are to say! Well, never say never, but you know, probably, yeah, never. Также глагол be to может использоваться для выражения распоряжений и приказов. You are to finish the task today. Ты должен закончить это задание сегодня. He is not to misbehave in this house. Он не должен так вести себя в этом доме. Использование глагола be to с перфектным инфинитивом означает, что намеченное действие не осуществилось. В таком случае может употребляться только форма прошедшего времени. Глагол be to was, were. They were to have left for Boston, but the weather was horrible that day. Они должны были улететь в Бостон, но погода была ужасной в тот день. Модальный глагол be to также часто используется в форме страдательного залога. В инструкциях, указаниях. Adversity is to be expected. Стоит ожидать неприятностей. Adversity is to be expected. Continue. Oh, boy, am I going to get sued. Можно сказать и в отрицательной форме. Adversity is not to be expected. Не стоит ожидать неприятностей. Сегодня вы будете переводить предложение с русского на английский, а также выбирать правильную форму глаголов ought to или be to. Например, кто сегодня должен отвезти Бобби в школу? Кто сегодня должен отвезти Бобби в школу? Спасибо. ». Продолжение следует...